Ну и, короче, приехали. А когда я сюда пришла, я слышу, и, знаете, Тихонов зачитывает там вступление, что в таком-то 66 миллионов людей уничтожено было по доносу. И вот я подумала, вот в 37-м году мой бы сын с этого собрания домой бы не вернулся. Осталось бы четверо малолетних детей, молодая жена, и он бы домой уже не вернулся. Это был честный донос. Вот дай Бог, если что серьезно, будет суд у них. И встанет на суду другой человек, другая фамилия. Как посмотреть будете? А что другая фамилия, я точно знаю, встанет другая фамилия, не Алексей. А клевета, так? И смотрите, было собрание в деревне, общество, и хоть бы один сестра или мужик бы стал. Игнатий Тихонович, ну нехорошо. Надо было все-таки опросить. 13-ю главу Даниила, мы знаем, как Сусанова клеветали. Кто клеветали? Два старца. Слава Богу, что у нас один старец. Один. И когда его повели, сказали, так ли вы, неразумные люди израильские, я скажу, не так ли вы, люди потеряющие, не следовав и не узнав истины, что сделали? Ну ее на смерть повели. Ее на смерть. Дети идут, родственники, родители плачут. Почему? По доносу. А кто восстал? Написано, молодой человек. Все-таки он восстал. А тут вот сколько нас сидело, ну хоть бы один бы сказал бы Игнатий Тихонович, ну нехорошо. Надо было прежде пойти, поговорить, спросить. Ну не надо это все выставлять. Вчера у меня скорчено и говорит, что у вас там творится? Три двора говорит, а говорит, шум у вас непонятно. Мы говорим, да сами мы не знаем. Мы сами не знаем. Ну что-то такое шевеление, типа серьезное дело. Теперь. Сочинил, как будто Лия стояла, снимала. Это я посла Коса с дитями. Я, Леша, Алексея в этот день не было дома. Он был с семьей в Барнауле. И когда ваша машина этих, как я не знаю, полиция, милиция, кто там, дознаватели, поехали. И тут Леша въезжает, потеряет. А я ребятишню говорю, сейчас вот так отдаду Игоря. Покажется машина? Встречайте папу. Там баба Лариса сидит с Новосибирска в гости везде. Этот брат сочиняет. Значит, Алексей позвонил, показал ему это потом другим этим. И въезжает в деревню, как ни в чем не бывало. Ну как? Ну как вот это все можно? Я не знаю. Я спросила одну сестру и говорю. Вот когда Игнатий Тихонович говорил, кто это сделал? Ты на кого подумала? Она говорит, на Алексея. Ну он же не называл ни имени, ни фамилию. Правильно, он не называл. Потому что я вам скажу, почему. Это матерый волк. Запомните. Вторую сестру спрашивает. Ты на кого подумала? На Алексея. Ну а на кого будет? На Алексея только. Я говорю, а когда Алексей сказал, что не я? Сестра говорит, я сразу подумала. Это не он. Мужику 40 лет, он что будет сочинять? Ведь вы наловили рыбу, наловили, выставили. Рыб на взор приезжает. Володя Пашенко насадил людей. Кто-то это. Знаете, что у вас на хвосте кто-то сидит. Это ваш человек. Вот к вам приезжает, на хвосте сидит ваш человек. И у меня такое, мое личное мнение. Он добьет. Но мне жалко быть Игоря Александровича. Потому что когда человек, это идет, видать, у него дана какая-то обида была. Тут, знаете, что? Знаете кино «Хмель»? Как их потом... А у нас, можно назвать, «Во хмелю» все это происходит. Жили тихо, спокойно. Приезжает Игнатий Тихонович и пошло. Прилетают в собрание. Он назвал его почетный гражданин. А что вы так все бесились-то? Это не оскорбление. Ну, меня вы сейчас называли деревенская женщина, многодетная мать сидела там. Ну, многодетная. Ну, нарожала я детей. Ну, что мне теперь? Ну, матери Герамине не дали высшей награды. Он его назвал высшим титулом. Почетный гражданин. Кто ему дал это, я не знаю. Он его не оскорбил, ничего. А вы прямо вот все. Теперь хочу Алексею. Не знаю, отчество, загуляем его. Имел ли ты право здесь голоса? Ты здесь не прописан, не живешь. Ты вместо кого сюда пришел? Нелли Александровна? Я в виду криви. Да, Нелли Александровна, это право моя. Да, я так и сказал. Она здесь прописана, да? Ну, есть ее дом ее. Нет, дом не ее. А почему здесь прописка-то? Дом не ее. Она дачница, она не имеет голоса. Дом не ее. Ну и дальше что? Ты не имел голоса. Так. Так, теперь скажу, Алексей, ты об вине у нас. А Игнатий Тихонович делает для вас, я в общем-то плоховато слышу, я не поняла так твоей конечной цели. Ну, поняла, что мы плохие. Во-первых, ты говоришь, рыбу, рыбку мы не ловим, водой мы не пользуемся. Пользуется, начиная от Игоря, вы все качаете с озера воду, вот этот край петь, мы озерами не пользуемся. Теперь, а какое к нам обвинение? Вот тут что есть потеряющие, это почти все руками нашей семьи и люди полстраны. Ты здесь много работал, вот, например, двух... Я здесь много работал. Во-вторых, я здесь много, здесь основание, это и потеряю здесь. Можем подтвердить банку. Так. Ну, поработал и я, а мы здесь живем и работаем. После 10 лет прошло после того, что... Нас не надо ни рыбкой, ни водой. Мы не пользуемся этим делом. И вот хочу сказать, вот это все произошло, это все произошло ненормально. Но я хочу сказать, запомните, у вас на хвосте сидит человек. Вот ты ее построил в деревне, ты ее вытрухаешь. У нас уже тут людей нет, у нас осталось... Тьфу, прости, Господи, мне грешно, что вот я так и сделала. И мы съедим друг друга, съедим. Вот это сейчас жертва, после него пойдет вот эта жертва, а потом ты жертва. Вот вы сколько знаете, Игнатий Тихонович, а я его знаю 60 лет. Вот все, что я хотела, то я сказала. Ну, я кратенько, можно ответить? Ну, только кратенько. Я кратенько, только кратенько. А то я посмотрела, но... Очень хорошо, Валентина хорошо начала разговаривать, только немножко попутали на 100%. Представьте, перепутали все, шиворостно-выворо. Я не хочу, меня плохо слышат, поэтому я громко говорю. У меня звонки полны. Самое простое, вот она говорит, что, вот представьте ситуацию, ничего не происходит, кто-то работает, и вдруг донос, и исчез Игнатий Тихонович, не Леша, а он исчез. Он исчез, за ним приедут, не за Лешей, за твоим приедут, а за Игнатием Тихоновичем, потому что донос был. Это первое. Это понятно? Понятно. Кто попадает вперед? Это первое. Второе. Когда мы говорим самые простые вещи, с семьей Николая Второго, две вещи, трусость и корысть. Я задаю простой вопрос. Володя четко сказал, а может кто-то предполагает, чтобы что-то сделать, написать донос, нужно об этом подумать. И собрать свои мысли, с кем-то посоветоваться, и взять и написать. Я задаю тебе простой вопрос, один, всего лишь. Ты знаешь, кто это сделал? Я узнаю, кто это сделал. Вот видишь, сразу узнаю. Вопрос, за или нет. Я в центре знаю, что не сын. Вот это 100%. Вот и все. Но будет другая фамилия. А, вот ты уже предполагаешь. Поэтому мы тоже можем предполагать. Дело-то не в этом. Весь позор этой ситуации в том, что трясете своим бельем с обоих сторон. Кто трясет? Он в городе. Еще раз говорю, здесь, когда вы можете, семейно, разрешить все эти вопросы. Трясете на всю, на всю вселенную, так сказать, с видео. Еще раз говорю, не надо ее, дай, договорю. Договорю. Это конца экрана будет. Я сказал. Перебиваешь, дай, договорю. Мы близки по возрасту. Поблачу я там или нет. Но это нехорошо. Здесь мы живем совершенно для другого. Здесь готовится, людей готовят к окрещению. На этих основах построены. И более того, я ведь со стороны, но я знаю такие вещи, которые вот как раз ты не догадываешься, я знаю. И будет время, когда Игнатий Тихонович свое слово сдержит по поводу этой потеряевки. Кто для чего и как здесь появился, и для чего кто здесь живет. А я сюда появился, был рожден здесь, да. От благовестия. И когда говоришь, здесь более важные есть вещи, о которых вам завтра, если вот здесь снаряды начнут падать, дети твои и твои внуки будут страдать. Но мы об этом не говорим. Мы о чем угодно говорим. Кто это виноват? Еще. Ну, немножко хоть соизмеряйте. Ну, давайте долго. Что опять рот закрываешь? Если ты говоришь, тебя никто не перебивал. Я сказала долго. Не долго. Это совсем коротко. Нужно говорить о главном, а не трясти своими подвязками. Пусть деревенские говорят. Алексей, сядь. Ты не деревенский. Да, ты не деревенский. Женщины могут так-то себя вести. Могут, потому что ты здесь не деревенский. А вот можно так вот так задать? Вот кто из нас подозревает кого-то из деревенских? Кто из нас мог написать этот донос? Да. Кто? Кто? Лена, кого ты подозреваешь? Алексей мог написать. Он писал, но он мог. В той ситуации, которая у нас сложилась, он мог. Как бы он, как бы такое у него отношение. То есть можно было бы, но не он, не он. Сказал, что он не он, значит не он. Я не верю, что он не он. Я не верю, что он не он. Ну, я бы могла подумать, что... Вы одна семья. Я не знаю, в этом собрании ты закончила, с неопределенностью. Кто-то написал донос, это же... Именно в тот дом приехали. На этом-то и было прочитано. И это не закончилось. Кто? Этот вопрос повис. Все говорят, нет, не я. Все разошлось. Но это не закончилось. Зачем вы это подняли? Я не понимаю. Я не знаю. Правильно. Зачем подняли? Можно я тоже? Ну, дальше я с ним. Когда собрание заканчивалось, то... А что? Для чего собиралось собрание? Вы помните? Может, посмотрите, что я сказал в конце. Для того, чтобы напомнить этот пункт. Чтобы не было доноса друг на друга. Только всего. На этом законе. Вы шли, говорите, а мы не поняли, а что и такое было. А потом только поняли. Это раз. Это второе. Стали бы мы так рассуда сейчас выявлять отношения, если точно знают, что завтра уже на Суде Божьем будет. Стали бы выявлять или нет? А про меня что-то сказали плохое. Кто-то подумал, сказал плохое. Ну, как это даже? Если ты, как говорится, христианин, и нигде этого не сошли. Если тебя как-то сказали плохо, то ты стоишь на своем там, отстаиваешь. Ударили по одной щеке, по сагу, по другую. Иоанн Зартаусый говорит даже. На тебя ложь это я. Ну, ты, первый, говорит, попроси прощения у обидевшего тебя. Не обидевшего. От тебя, говорит, награда вся будет твоя. Мы поступаем так абсолютно неверующим. Стал я как-то говорить. Что ты о Христе? Давай здесь Христа не будем путать. Вроде в нашем беседе. Без Христа тогда, без Христа выходят и живем. Но обидели, сказали что-то обидели. Что здесь такого? Действительно, имена не называли. А догадали, допустим, те, у кого было такое какое-то подозрение. Почему? Из прошлого какого-то, допустим, было. Почему? Говорил, говорил Алексей, что у нас это общины нет. Никакой здесь общины, вот там община есть. Говорил такое, говорил. Я слушал, мне лично говорю, вот там община. В том месте, куда едет. А у нас уже никакой общины нет. Значит, как бы уже человек негативно настроенный к обществу. Поэтому и могли кто-то сказать, да, кроме кто, раз такое отношение к этому. Мне никто не говорил, что общины нет. Никто. Первый, кто я услышал, услышал. Поэтому и могло подумать, что только подумали. Ну никто же этого не высказал. А подумали это. Ну и из этого такое поднимаем друг другу. Живем здесь. Сегодня день такой. Спать будем ложиться, вставать. А станем или нет, из нас никто не знает. Я, может, не стану он или он, или кто-то. Может, завтра уже на суд Божий пойдем. И там что будем говорить? А это я потому так поступал, что он меня там обидел. Поэтому я, Господи, так поступал. Это кого не будет. А каждому, говорит, все одинаково. Царь, вельможа, великий, богатый, бедный. Все стоят в одном саде. Скажем. В одном саде все стоят. Мы не будем на другого спирать. А я потому так поступал, потому что он так поступал. Ни на кого-то там нет, не сошлемся. Это мы здесь можем. А я потому так делаю, потому что он первый сделает это. А иногда будет тогда, когда ты первый это сделаешь, на этом и прекратиться. Первый, вылез первое ведро воды, оно и прекратится. Я увидел пожарную, я первое ведро плеснул. Там оно ведро моё, может быть, только там тысячную долю огонька погасило. Но оно что-то погасило немножко, пока другие не подбежали. Понимаете, как это? А мы нет. Да нет, я буду за свою честь моя. Это человек, гордость звучит. Я за себя постою. Вот для того, что он на суд подавал. А ничего нет. Просто собраться, что такое? Да ничего. Обида моя. Почему? Потому что это моё я за деле. Я моё. А если я отверг за Христа? Где моё я? Его нет моего я. Христос как поступился в таком случае? Ну, приведите твой пример, где Христос мстил тем, которые как-то его там всё-то делают. Даже на кресе висит. И то он говорит, Господи, прости, вы не знаете, что творят. А мы задели мою язву здесь всё, на всю вселенную это показывают. Я даже сегодня визитки отдавать, где-то раздавать. Я стыжусь отдавать. Я не даю только так уж с кем разговариваться. А так мне стыдно давать визитку. Что выйдет? За первым делом люди смотрят, что смотрят. Пока дойдут до духовных материалов, они не доходят. Они останавливаются на роликах. Это интересно. И здесь больше просмотров. Вот показатели в мире говорят, просмотров там миллиона. А что там было? Миллиона. А ничего. Явно какое-то преступление, почти как преступление, совершенное. Ну или какой-то там блуд совершен. А там много роликов этих просмотров было. Миллионы просмотров. А как, допустим, комбайнер убирает хлеб, ну сошли там 10-20 человек и всё. А что там? Ну вот он работает в пыли здесь. А вот он там проехал на электричке наверху и его не убило. Вот там просмотров много. Или где-то ещё такое, чтобы, как говорится, жареное было. Так и у нас есть. Просмотром больше будет на это, чем пока там проповеди или до священного писания, до книг дойти, там люди не доходят. Большинство становится на этом останавливаться. Так что нам убирать? А мы здесь это. Да сегодня, ну подумайте, что сегодня мы на суд пойдём. Стал один, первый, кто сказал, прости, я не так сказал, что другой. Ну и на этом и всё закончилось бы. А это не закончится. Раз обида на сердце, вспоминай эти обиды ещё там есть 50-60-летние давности. А вот тогда было, да, Господи, даже не можно так жить-то, с той обидой, которая была 50 лет назад. Отложиться, вставать и опять идти потом на исту, идти к причастию с этим, с этой обидой. Семене не стерва. Ох! Можно? Давай представим. Что салтарь не берёт. Можно, да? В принципе, это будет исходить. У нас... Хотел сразу, в прошлый раз, я когда говорил про Игорь Александровича, про то, что он там поля поливал, упомянул историю папы, то, что с ним случилось, когда он там ездил на велосипеде. Папа человек старый, ещё один глаз не видит. И говорит, что видел, какая-то машина поливала, а я, вроде, упомянул Игоря Александровича в разговоре. Вот, что, возможно, это был не он, поэтому прошу прощения, чтобы мне не быть ледником. Мы с Елена Анатольевна пообщались, она говорит, что несколько лет назад ещё это поле не принадлежало им. Возможно, это ездил кто-то другой. Суть разговора и той проблемы, она не отменяется, как бы, ну вот, чтобы... Чего, ты извиняешься. Да, я извиняюсь, с Игорем Александровичем, вот, я, вроде как, упомянул его имя, что он ездил, поливал. Вот, у нас, слава Богу, за несколько лет стали проводить вот первое собрание. Я, как член Деревенского совета, значит, ну, всегда предлагал там какие-то дополнения. Вот, у нас есть пункт устава, 12-й пункт устава, вот, который, значит, гласит, что если член Деревенской общины не придёт на Общедеревенское собрание или уйдёт во время проведения, будучи оповещённой повестки, собрание всё равно состоится как законное. Я предлагаю членам Деревенской общины вот ещё такое дополнение сделать, как это везде есть, чтобы какой-то процент учитывался. То есть, например, чтобы 90-80% присутствующих из членов общины, если они присутствуют, то тогда вынесенные какие-то здесь моменты считались, ну, действительными, законными именно для нас. Почему? Потому что может получиться такая ситуация. Есть истец, который подал заявление, Игорь Александрович, председатель, батюшка, и там человек один с этого края, и другой с того края, ну, остальных по объективным причинам нету. Вот, и чтобы такое собрание, как бы, ну, оно... А там могут какие-то решения принять, вот, чтобы оно не считалось. Вот, это второе, значит, и третье. Вот, 28-го, 26-го, 2022-го года в Деревенский совет посёлка Потеряевке поступило в заявление обращения от почётного члена Деревенской общины Лапкина Игнатия Тихоновича с просьбой провести срочно Деревенское собрание ввиду грубейшего нарушения устава. В своём заявлении Лапкин Игнатий Тихонович привёл к пункту устава 11, 12, 13, 28, особо заострив, выделив 28-й пункт, где, в общем смысле, говорится, что запрещается жаловаться мирским властям. Особо хочу подчеркнуть, что данный устав уже много лет, ну, и сейчас нигде у нас официально не зарегистрирован. Вот, это заявление обращения написал он в связи с тем, что кто-то обратился в соответствующие органы на его действия. Вот, Дарьин указал, что кто-то умышленно нарушает устав. В конце он приводит цитату из Ветхого Завета, человека, жившего до Христа. Вот, дальше, после небольшого обсуждения, собрания, попросили высказать своё мнение, своё слово Лапкину Игнатию Тихоновичу. Лапкин Игнатий Тихонович выступал более 7 минут. По сути изложенного стало понятно, что Лапкин Игнатий Тихонович точно знает на 100%, что человек, нарушивший 28-й пункт нашего устава, является членом этой деревенской общины. Поэтому я отразил в своём заявлении пункт устава. Так как человек, который обратился в соответствующие органы, не является членом, там, Крестово-Сдвиженской общины города Барнаул или ещё какого-то другого субъекта Российской Федерации, значит, Лапкин Игнатий Тихонович... Точнее, я хочу подчеркнуть, вот, что это дело весьма непростое, вот то, что было в прошлый раз, это дело серьёзное. Точно зная, что этот человек, точно зная этого человека, Лапкин Игнатий Тихонович в своём разговоре указал маркеры, подтверждающие точный портрет данного человека. Вот он привёл, привожу дословно, такие моменты, вот поминутно и посекундно, значит, 8.08, это в ролике. Потому что этому человеку нравился наш устав, когда он приехал. 8.34. До этого было так, сел, приезжает сюда, но ему что-то нравится, это ведь жил где-то с насиженного места. Нет, теперь это секта тоталитарная. 81. Я регулярно смотрю, с кем разговариваете. Там со священником, с одним, где там с фарисеем якобы, но это всё под меня подков. 9.23. Кто просил, чтобы пожаловаться архиерею, митрополита привели? И 11.47. Я знаю, что всё это отобразится на детях. То есть, говорят так, то есть Игнат Тихонович чётко указывает, что, скорее всего, у этого человека есть дети. Будет суд, судья спросит каждого свидетеля поимённо, значит, для того, чтобы, ну, каждого члена общины, для того, чтобы узнать, о ком идёт речь. И давайте я сейчас по порядку спрошу, и каждый, ну, кратенько назовите фамилию. Игорь Александрович, когда вот Игнат Тихонович, то, что я сейчас прочитал, вы на кого подумали? На Устинова, Терентий Игоревич, на меня. Папа, ты на кого подумал? Я на другого, но только не на тебя. Я знаю тебя и знаю своих детей. Потому что мы их сами воспитывали, чему учили, я знаю. А те, какие, вы на кого подумали? Кратенько, фамилию. Вы на кого подумали, когда Игнатий Тихонович вот так зачитал? Я никого не, я не думал и не хочу думать. Когда точно узнаю, я тогда скажу. Понятно. Никита, ты на меня подумал. Исаак, ты был на том собрании? Не было Евгения, ты был на том собрании. На кого ты подумал? На всем баранецом. Это я. Ирина Ивановна, вы на кого подумали? На меня. Ты на кого подумала, Фан? А? Ты на кого подумала? Ну, такие данные. Едем к епископу, епископ назвал. Ты приглашал в гости, епископа, дети у тебя. А на кого еще думать? Андрей, ты на кого? Ну, а чтобы ты пошел и заявил. Ну, это, я не знаю, это надо высший бред. Андрей, ты на кого подумал, когда Игнатий Тихонович сказал? Да, на тебя, потому что изначально первое собрание, даже только приехали, ты сразу же заявил. То есть я знаю, как разрушить потеряю. Ну, и малейшее любое собрание, дальнейшее у тебя все были какие-то. Проградные, пронегативные. Игнатий Тихонович, вы на кого подумали? На тебя, Иосиф, ты на кого подумал? А что подумал? Вот то, что я сейчас прочитал, то, что говорил Игнатий Тихонович. Встречный вопрос. Игнатий Тихонович обвинял или подозревал? Обвинял, конкретно. А что такое обвинение? Что такое обвинение и что такое подозрение? Просто, просто скажи и все. Ты на кого подумал? Очень важно, очень важно. Подозрение и обвинение, это разные понятия, разные предметы. Дальше, как ты считаешь, обвинял? Ты на кого подумал? Не обвинял. Подозревал, на кого подумал ты? Подозрение и обвинял. Все, благодарю. Можно я обвинял? Что я вас отпускаю? Меня спросили, ну вы не все деревенского состояния. Ну хоть спроси, хотя бы спроси, на кого я подумал. А я на тебя не подумал, я подумал на твое окружение, близлежащее. Все, хорошо. Значит, в своем обвинении Лапкин Игнар Тихонович точно знает этого человека. 75 минут и секунду он говорит. Я почти с каждым из них немного наедине поговорил, речь шла о милиционерах. Никакого секрета нет, кто это сделал. Ему дается шанс принести покаяние. Лапкин Игнар Тихонович призывает этого человека принести сейчас покаяние за содеянный поступок. Вот теперь, когда мы знаем точно нарушителя, а все перед Богом, и присутствующие здесь основная масса свидетелей, то есть высказались именно с того, что они услышали за фамилию, за мою фамилию, значит, я прошу Игнария Тихоновича Лапкина встать и объявить фамилию, ну, сказать уже правду, вот, то есть он все знает, сказать уже правду, назвать фамилию этого человека. Вот. Я думаю, двух минут хватит для того, чтобы назвать эту фамилию. Значит, если эта фамилия не моя, вот, я просто призываю Игнария Тихоновича встать и принародно попросить покаяния, вот, попросить извинения. Вот. Я сейчас попрошу всех техпения, вот, ровно две минуты, чтобы, ну, как бы, я слово передаю Игнарию Тихоновичу. Назовите. Отец Аким, я попрошу не нарушать сейчас собрание, дисциплину собрания. Какой суд ты говоришь? Когда еще нет? Игнатий Тихонович сейчас скажет, и я потом... Вопрос, не пошел. Как он в суде подает? Игнатий Тихонович сейчас скажет, и я потом еще раз закончу. У меня будет без... У меня будет без... Две минуты. У меня только еще две минуты. Две минуты. Володя, объясни ему. Переведи. Переведи, что... Володя. Игнатий Тихонович, вам слово две минуты, наверное. Все, не будет говорить, да? Значит, ну это ожидаемо. В своем обвинении Игнатий Тихонович говорит 8-57, но я для вас недоступен. Ну, это касается того, что там кто-то гонится, кто-то еще что-то. Есть такая в народе, как бы, поговорка, что ли, говорит, даром не нужен. Вот, вот, честно сказать, ну, просто как дядя мой, вот, ну, даром не нужен. Вот, я знаю тебя какой ты есть. Вредный, лживый, там, злобный, трусливый. Ты разрушитель, мне с тобой просто не по пути. Вот. Ну, знай, ты вызов делаешь Богу, не мне. Вот. А как насчет Бога, недоступен, я отойду в сторонке и просто посмотрю. Вот. Мне будет, ну, просто интересно. Вот. И вот вся информация, которую, дядя Игнатий, вы говорили, там, ну, это, говорю, оно, как бы, для новых адептов, пришедших за экраном в основном. То есть, мне, как бы, она неинтересна. И последнее, что я хочу сказать, уже как племянник, дядя Игнатий, вот, все эти годы, как бы, мы немножко закрывали глаза на вас. Вот. Вы являетесь основателем этой деревни, являетесь автором устава в первоначальной ее редакции. Вот. Как раз 28-й пункт, который говорит, что нельзя жаловаться внешним властям без разрешения собрания. Своим вот этим подлым поступком в мой адрес вы развязываете мне руки. Вот. Развязываете мне руки на то, что, значит, я лично, то есть, вы меня обвинили в том, чего я не делал. То есть, вы хотите, чтобы я это сделал. Я это сделаю. Я обращаюсь в органы прокуратуры Алтайского края, Мамонтовского района, чтобы вы обратили внимание на гражданина Российской Федерации, Лапкина Игнатия Тихоновича. Обратили внимание на то, что, живя в поселке Потеряевке, значит, он имеет 7 домов, плюс 8 его жены, считая 8, дома с участками. И уже много лет они не зарегистрированы, то есть, он не платит налог государству. При всем при этом, имея колоссальную возможность нанять юристов, риэлторов, знакомых людей, оформить и быть честным гражданином, не быть вором. Перед государством платить налог. Почему? Потому что все жители, все платят налог. Батюшка платит, мы платим, все за свои дома платим налог. Ради Бога, я тебя прошу, остановись. Сейчас я договорю. Если после этого что-то будет, на кого будет думать? Значит, я думаю, апостола Павла, нет смысла приводить туда, что апостола Павла... Дома, дома, ни один дом не оформлен, это не щи дома. Что апостол Павел жил в Римской империи и платил все налоги, сборы враждебного государства. Теперь я хочу сказать, что... Я сейчас закончу. Что к двум статусам дяди Игнатий, вот, лжец и кривитник, у вас добавляется то, что ты вор. Неживым вор. Когда люди приедут, будут жить в нем. А можете посмотреть на этого человека, то есть, по словам которого, говорит, 66 миллионов в Благовской пыли. Вот, 66 миллионов плюс один, это я. Вот, 28 числа я уже домой не приехал. Именно просто подданных, никаких не было этих, каких-то там обвинений или там чего-то. Просто кто-то сказал и все. Многие поняли, что про меня в целом я уже не приехал. Все, спаси Христос, благодарю за внимание. Пока один тоже понимает, представь, найдешь себе дома. А дома опять не в хитрис, стоят дома. Пожалуйста, регистрируй дома, Алеша. Надо тебе? Регистрируй дома. Ну, за Единицкий, он же купил дом. Что? Да я его купил. Я уже потом, мне не надо. Возьми, возьми, мне косить, я не могу косить, а надо окажем. Малючинский дом, я его вперед деньги заплатил. Я его взял. Батюшка, что вы говорите? Ну, а кому это то, что? Они, говорит, сильные, сильные. Что от этого? Страдает как? Нам же никто не живет, если бы жили, намоги не платить. Никто не живет. Никто не живет. Никто не живет. Запрошен дома. Если бы жили, намоги не платить. А теперь я на что-то донесу, чтобы его он платил за это. Ну, что ты что от этого? Приобретешь. Себе расположение какое-то приобретешь. Я пойду донесу, чтобы дома незарегистрированные стоят. Что ты хочешь доказать? Да ничего. Я бы призывал, сегодня здесь можно было все закончить, и не было бы ничего этого. Батюшка, можно сказать? Можно сказать? Можно обвинять. Вот вы сейчас. Не обвиняли никто никого. Я закончил, значит, для чего собрать было. Я сказал, что вам еще раз напоминаю, чтобы напомнить о этой. статье нашего устава. И все. Устав сникли не зарегистрировал. Устав сникли не зарегистрировал. Я отвечаю на вопрос. Это только мне за судья говорит. Он на меня что-то подходит. Тихо, подожди. Останавливайся. Останавливайся. Причем тут дома? И при чем тут как бы эта ситуация? Деревенский устав, деревенский устав. Он зарегистрировал. Устав не я. Зачем было устраивать собрание? Собрать все эти вещи, чтобы просто подозрение. Вы могли прийти к нему, спросить. То, что было? Я в этом могу говорить. И все. И не надо было все это разводить. Ну, ты что? Не разобраться, братик, Володя. Обвинили человеком, а кто-то говорит. А что вы не решили? Вы что-то не решили? Вы что-то не решили? Что-то говорили, что все это не закончилось. Вот так не делается. Ну, сейчас делается так. Ну, это же не так. Вообще, сам решил, брат, пойти скажи. Вы не пошли, не сказали. А потом призывался, брат, пересидал бы и пошел. Я не могу, брат. Почему? Потому что вы не знаете. Потом призывался, а потом уже тут. А он не пришел. Он не извинился. Матушка, и еще, я что-то не абсолютно согласен, что вы призываете к тому, что вот, выйдем ядро воды, погасим этот пожар и будем жить мирно. Но у нас не получается. И опять-таки не получается. Потому что сейчас этот костер мы загасим, у нас загорится другой. Что у нас, мало было? Испомните, как у нас... Подожди. А что подожди-то? Понятно? И ты прерывал? И ты смотри, женские волосы. Правильно. А я одновременно. Игнатий Тихонович, вы обвинили тогда Винчуков, что у них Винько поджег колье. А через какое-то время выяснилось, что это сделал не Винько, а другой человек. И что? Вы принесли извинения, даже не догумывали.